Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с Харькова, а вы откуда? Казахстан из Киногорска. А, видно, что Казахстан, да. В смысле видно? А? В смысле видно. Я не казах, нисколько. Не казах, нет, а похоже на казаха. Вы, а чё, я вообще немец. Немец? Да, истинный. Наполнен русский, конечно, но это ерунда, это потому что так получилось. Зовут, наверное, Вальдемар, да? Не угадали. Олег. Как? Олег, польское имя, вы чё? Имя польское, сам немец, да, живет в Казахстане. Да вообще кошмар. А казахов хоть любишь или не любишь, казахов? Нисколько не люблю. А как же ты среди них живешь, что ли? Спокойно. Если они хотят говорить по-казахски, я говорю с ним по-английски. А, то есть не любишь ты язык страны, где живешь, да? Да, вообще нисколько. Они его настолько меняли, что они сами его не знают. Да ладно. Казахцы не знают. Все, кого встречают, говорят, Олга Казахстан, вперед Казахстан. Но спору нет. Вы только их спросите, как оно пишется по-казахски сейчас. Они вам напишут-то русскими, но сейчас оно уйдет английским и латиницей. Они нихуя этого не знают. Они, я тебе говорю, каждый год меняют свой язык. Это вообще пиздец. А ты с какого города? Уск-Каменгорск. Так это, подожди, это ж русский город. Ну, осталось нас здесь 5%. Что, а остальные казахи? Ну, у русских еще 10%, остальные казахи. А, а немцев 5%, да? Да, да, да. Но вообще казахи прессуют вас? Они свободны. Как свободны? Никак не смогут. Не смогут. Не, ну, у вас же защита есть. Я слышал, там депутаты... Нет, ну, нет, просто это самая такая ебота, то, что они в одного один на один не выходят никогда. Как живете вы среди этих казахов-то? Да нормально, всю жизнь жил. Куда деваться? Заебут уедут. Ну, язык не будете их учить, да? Ну, у меня языковой диплом второй степени немецкий есть. Я в любое время могу в Германию съебаться. Да, понятно. Кстати, у вас, к вам интересный вопрос. Вы думаете, что вы с Россией сейчас воюете? Ну, а с кем? На Донбассе. А с кем? На Донбассе, на Луганске. Вы думаете, что вы с Россией сейчас воюете? Ну, я стараюсь не думать вообще об этом. О, слава богу. А вы что расскажете? Что, может, вы меня просветите? У вас гражданская война там идет. Да, я знаю. А что за гражданская война идет? Они просто не хотели подчиняться конченному правительству, которое свергло власть. И поэтому повесили российские флаги. Нет, у них российские флаги. У них свои флаги. И деньги у них свои? Эти лугандонщики или как? Или Донбассятики? Нет, нормальные люди, как и вы. Нет, валюта какая у них, придурок? Валюта, деньги какие у них? Ваши украинские до сих пор. Гривны? Да. Где? Там. Ты идиот, блядь. Как ты в Казахстане живешь? Вот надо, чтобы тебя казахи на бутылку посадили, блядь. Серьезно? Ты думаешь, в Донбассе у них российские рубли уже пошли? А? В Донбассе думаешь, у них российские рубли уже пошли? Да ты придурок просто. Там уже лет пять они идут. Ну, изначально они идут. Ты конченый, блядь. Там зарплату получают в российских рублях. Российские рубли. Конечно, да. Это вам внедрили, блядь. Вы нихуя не... Ты общался хоть одним из них? С Донбасса? Ну да. Ну, и что, он говорит то, что он рубли получает? Конечно. Все получают рубли. Ты что? Ты что? Ты где живешь? Реально, ты... Я из Казахстана, блядь. Я серьезно. Я общаюсь с мелким, который в Донбассе живет. Ты уже, что ты, блядь, из Казахстана редко ставь, блядь. Седьмой год идет война, да? А ты мне говоришь, что там это... Война с кем у вас? С России? С России, конечно, да. Ну, рубли же идут. Седьмой год с Россией, да? Я тебе сказал, рубли идут, рубли идут, идиот. Седьмой год с Россией у вас война, да? Конечно, да. Да, в Сирии второй год с Россией. Сколько было там убитых повстанцев? Вас нахуй, если в России была, уже разъебали. Я вижу, вижу, ну, неадекватный убитый, убитый наглухо. Вот смотрите, какая мразь живет в Казахстане. Марина, я вот принесла свой айфон, он мне нафиг не нужен. Серьезно, что ли? Вам не жалко? Мне не жалко. Не жалко? Вражескую аппаратуру. Ну, если вам не жалко, будем бомбить по ним. Нужна нам американская продукция. Ну, правильно, вот так ее. Дайте мне что-нибудь. Вот, дайте мне что-нибудь. Вот, вот, вот. Вот, вот. Смотри, чуть-чуть это и так же разбилось. А вы говорили, что не разобьется. Мы брали здесь, чтобы провести эту акцию. В ответ на американские санкции, которые сегодня опять вступили в силу. И пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Сей продукцией. Да, и с их продукцией. Да, с этой продукцией. Давайте, девочки. Вообще. Айфончики полетели. 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 Вот, Рики. Как будет с товарами американскими за ваши санкции? Россия без вас, американцев, проживет. А вы без России никогда. Там же батареи, подождите. Что и что? Батареи же там сейчас рванет. Вот. Вчера она вот так. Продолжение следует...